В областном Хакимяте прошло аппаратное совещание под председательством Хакима Самаркандской области. На нем был рассмотрен вопрос реализации программы по созданию частных и семейных дошкольных образовательных учреждений на основе государственно-частного партнерства в 2020 году. Вначале Эркин Джон Турдымов представил участникам собрания новых руководителей нескольких организаций. Субтитры создавал DimaTorzok По состоянию на 1 сентября 2020 года, по области функционирует 2158 дошкольных образовательных учреждений, из них 675 государственные, 73 частные, 84 на основе государственно-частного партнерства и более 61% составляют семейные негосударственные дошкольные образовательные учреждения. На сегодняшний день из около 324 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет свыше 52% охвачены дошкольным образованием. Низкие показатели по охвату в Нурабадском, Ургутском, Кушурабадском, Постаргомском, Штаханском, Самаркандском и Паярыкском районах. Как отметил глава областной администрации, работа в этом направлении организована недостаточно. Несмотря на то, что дошкольным образовательным учреждениям, которые планируют работать на частной основе, выделены люготные кредиты, 19 объектов не сданы в эксплуатацию, работа затягивается и отстаёт от плана. А из сданных в эксплуатацию 13 детских садов до сих пор отсутствует лицензия. По результатам проверки рабочей группы областного хакемиата в некоторых государственных дошкольных образовательных учреждениях был выявлен ряд недостатков. А именно в городах Самарканде, Катакургане, Самаркандском, Джамбайском, Агдаринском, Постаргомском, Булунгурском, Ургутском, Талякском, Пахтачийском, Катакурганском, Кушурабадском и Нарпайском районах. Это недостаточная подготовка к осенне-зимнему периоду и заготовка резерва подовольственных продуктов, отсутствие благоустройства и озеленения. В отчёте комиссии зафиксировано однообразное меню – непрогретые и холодные помещения, отсутствие холодной воды, антисанитария. Также говорилось о неудовлетворительном образовательном процессе, нарушениях ведения документации, принятии детей в учреждения без документов, безответственном отношении к своим обязанностям руководителей детских садов, городских управлений и районных отделов дошкольного образования. По данным рабочей группы, в некоторых семейных негосударственных дошкольных образовательных учреждениях обогрев помещений производится за счёт печей буржуек. Умумен форматlı селектор игынши хаттанчилары. Ману азыл кыска гене, кыска гене, кыска гене, кольганымызан хамма куласа кулабалышлары керек. Ману шо буржуеке, пешке joyлардаге, нитсензе олымаганлеге, умумен камерогоду копейтириш бойчара таббилдар корумаганлеге. Ушо бриенчинобата joyлардаги сектор рахмаларина. Случаи хищения и нарушений будут тщательно изучены со статусом. Странный прокуратур городов и районов. Проверке будет подвергнута и деятельность самих руководителей. По окончании собрания ответственным лицам были даны конкретные поручения. Ход работ по решению проблем отопления в дошкольных учреждениях будет рассматриваться каждой среду и пятницу в Хакимяти области. Также 9 ноября планируется провести встречу с заявителями и инициаторами 19 незапущенных объектов. С участием главы области, хакимов городов и районов и представителей ответственных организаций. Проблема каждого предпринимателя будет рассмотрена по отдельности и приняты меры по вводу в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений.